Это может привести к некоторой деградации менеджмента как такового, потому что все-таки, на мой взгляд, никто не отменял корпоративную культуру, никто не отменял то, что компания это не просто место, в котором ты работаешь, это некая частичка тебя, которую ты вкладываешь для того, чтобы этот бизнес рос, для того, чтобы он развивался. Я, конечно, понимаю, что возможно сейчас и в «Магните», и в «Х5» там происходят какие-то изменения с точки зрения акционерного капитала, но все-таки мне кажется, что вот такие массовые перебегания из одного лагеря в другой не ведут к улучшению корпоративной культуры и не укрепляют компании как таковые, потому что свой среди чужих – это не очень хорошая история. Мне больше нравятся истории, когда компания органично растет, развивается, когда команда формирует ценности этой компании, и это транслируется потребителем. Это тоже очень важно. Когда происходят вот такие перебежки, понятно, что функционально компания будет работать, развиваться, и та, и другая, безусловно. Но будет очень сложно искренне транслировать ценности, те, которые важны для твоего клиента, для потребителя. Если говорить конкретно о некоторых трендах, на которые стоит обратить внимание, ну, конечно, это развитие e-commerce, о котором многие годы мы говорили, но в реальности вот только сейчас мы видим те плоды этих разговоров, когда количество разговоров начинает переходить в качество разговоров. Появляются очень серьезные проекты интернет-торговли у оффлайн-игроков, в прошлом, незамеченных на площадке e-кома. И вот как раз эти проекты, на мой взгляд, изменят рынок, они дадут очень большой, сильный импульс его развитию. Появляется новое направление, это продажа продуктов питания через интернет. Это один из самых растущих сейчас трендов в интернет-торговле. Как iGoods, крупнейший сервис на текущий момент, такие как Instamart и другие. Это то, чего, допустим, раньше потребитель боялся в какой-то степени, да, но как только он начинает это пробовать, он уже не понимает, зачем ему ходить в магазины. Процент удержания клиентов – это такой очень важный показатель для всех ритейлеров. Можно сказать, это процент повторных покупок. У этих сервисов, у наиболее успешных сервисов вот в этой области, да, ну, я здесь приведу цифру iGoods, да, которые называют, у них 65%. То есть больше, чем каждый второй, кто хотя бы раз попробовал подобный канал заказов продуктов питания, к нему возвращаются. И, более того, активно им пользуются. Ни о каком вымирании речи не идет. Просто действительно у формата гипермаркет есть сейчас вызовы, с которыми необходимо что-то делать. Ну, во-первых, снижается объем продаж, если считать по среднему чеку, да, снижается, в принципе, и количество посещений магазинов. Тут сразу целый комплекс проблем с этим связан. Во-первых, ну, сильная база, да, в условиях, когда люди переживали кризис, они были готовы пожертвовать временем. Мы поехали в гипермаркет, это магазин-склад. Времени это занимало больше, но зато там можно было получить доступ к более низким ценам и тем самым, ну, как бы, сэкономить, да. Сейчас, во-первых, уже не настолько критично вот эта экономия, там, небольшой суммы денег, да и потом научились считать, потому что потраченное время, потраченное топливо на поездку в магазин зачастую, как бы, потребитель переплачивал раз. И второй момент, сети шаговой доступности, особенно такие, как «Пятерочка», «Магнит», другие сети, они настолько сейчас активно работают с промо-предложениями, настолько активно педалируют вот эту историю, что цены в их магазинах стали сопоставимы, на определенные, конечно, продукты питания стали сопоставимы с гипермаркетами. И потребитель может выбрать практически тот же самый ассортимент необходимых товаров, но при этом в магазине шаговой доступности и при этом почти по той же самой цене. Это один из таких вот вызовов, которые необходимо будет решить. А второй – это то, что традиционно в гипермаркетах была достаточно большая доля непродовольственных товаров. Это его сильно отличало от, соответственно, супермаркетов или магазинов шаговой доступности. Вот этот непродовольственный ассортимент сейчас абсолютно становится невостребованным. Если вспомнить, допустим, еще лет 5 назад в гипермаркетах могли продаваться телевизоры. Сейчас представить телевизоры в гипермаркетах, но они покроются слоем пыли и просто будут никому не нужны. И вот что делать с этими площадями, которые сейчас… А это в площади гипермаркета могло быть до половины всей торговой площади. Что делать с этими площадями – непонятно. Многие сейчас при обновлении своих гипермаркетов приходят к тому, чтобы уменьшать площади и высвобождать часть площади для привлечения кого-то еще в магазин. «Карусель» открывала вот сейчас несколько магазинов совместно с торговой сетью «Фамилия» – это одежда. Кто-то пытается, соответственно, привлекать рестораны на эти площади. То есть, как бы пытаются найти какое-то решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!